МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем вас, уважаемые друзья! Позади недели ознаменованная праздником Успения Пресвятой Богородицы. Ее переход в иной мир – это не смерть, а временный сон. Так же, как и желтая листва на деревьях – показатель не смерти, а приближение зимы, после которой обязательно наступит лето. Как и отмечали, праздник Успения в Украине мы сегодня непременно поговорим. Кроме того, вы узнаете о следующем. Патриарший визит в Савино-Сторожевский монастырь – хроника события. Успение Богородицы – праздник трех украинских лавр. Церковь помогает переселенцам подробности из Одесской епархии. Портрет на фоне иконостаса – рассказ мастера «Резьбы по дереву». Помогите собрать сирот в школу. Рубрика «Территория добра». В этом году монастырь во имя Саввы Старожевского отмечает 20-летие возрождения монашеской жизни в обители. 23 августа – в день памяти преподобного Саввы. Этот монастырь с первосвятительским визитом посетил святейший патриарх Московской и всея Руси Кирилл. 23 августа в обители Саввы Старожевского вспоминают день второго обретения и перенесения мощей преподобного Саввы. Святейшего патриарха в этот день торжественно встретили у врат монастыря, после чего владыка поклонялся честным мощям преподобного Саввы Старожевского, покоящимся в Древнем Соборе Рождества Богородицы. На престоле, установленном на монастырской площади, предстоятель Русской Православной Церкви совершил божественную литургию. Богослужение было украшено пением хора Саввина Старожевского Старопедиального монастыря, литургия транслировалась в прямом эфире телеканала «Союз». После сугубой ектинии святейший патриарх Кирилл вознес молитву о мире в Украине. Заблудшим исправления, согрешающим дух сокрушения, бедствующим и всем благодатной помощи, требующим благовременную помощь, не посрами нас к Тебе с веру и притекающих, с поспешествуй, яко чудолюбивый Отец Чадом, и нам понести иго Христова во благодушие и терпение, и всех управе в мире и покаянии скончате, живот свой не постыдно, и переселитесь с упованием в обители небесные, и держи ты по труде и подвезях ныне, водворяющейся со ангелы святыми, зря и прославляя Бога, в Троице славимого Отца и Сына и Святаго Духа. По окончании Божественной Литургии Патриарх Кирилл совершил славление преподобному Савве Старожевскому. От лица участников торжеств святейшего владыку приветствовал наместник монастыря архимандрит Савва Фатеев. Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с первосвятительским словом. Большинство государей, правителей земли нашей, почитали своим долгом прийти с паломничеством в эти святые стены и вознести молитву пред мощами преподобного Савве о стране нашей, о правлении своем, о благополучии земли русской. И памятники этих посещений сегодня здесь, вокруг нас. Это те самые корпуса, которые были связаны с пребыванием первых лиц государства земли русской в Савво-Старожевской обители. Но помимо этих венценосных паломничеств было многое другое, что прославляло обитель и, в первую очередь, жизнь монашествующих. Здесь горел ярко огонь благочестия. Здесь люди, терявшие веру, обретали ее. Здесь те, кто терял надежду, находил ее. И в наше время обитель Саввес-Старожевского является яркой звездой на церковном небосклоне. Потому что сам факт этого дивного и чудного возрождения обители, сам факт явления этой первозданной красоты, многим нашим современникам способен открыть не только взор физический, способность видеть красоту, но и взор духовный, духовное зрение, способное прозревать суть вещей и смысл истории. В дар обители святейший владыка передал икону Спаса Нерукотворного. Патриарх Кирилл поблагодарил архимандрита Савву за труды и вручил юбилейный крест, изготовленный по случаю празднования тысячелетия представления равноапостольного Владимира Крестителя Руси. Насельникам обители патриарх передал богослужебные Евангелия, а всем прихожанам, присутствовавшим на богослужении, были розданы иконки преподобного Саввы Сторожевского с патриаршем благословением. 28 августа мы праздновали двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы. Все праздники связаны с Пречистой Богородицей, особенно почитаемы в Украине с древних времен. Доказательством тому большое количество храмов, освященных именно в честь Успения Пречистой Девы. Символично также и то, что все три лавры Украинской Православной Церкви, Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская, являются Успенскими. Как они отмечали престольный праздник, смотрите в сюжете. Трижды благословила Божья Матерь украинский народ тремя святыми лаврами, основанными в честь Великого Богородичного праздника Успения. Три лавры, как три моста, объединяют украинский центр, запад и восток в одно целое. Престольный праздник в трех главных святынях Украины отмечали с необыкновенной торжественностью. В этом году Божественную Литургию в Киево-Печерской лавре возглавлял предстоятель Украинской Православной Церкви, Блаженнейший Митрополит Ануфрий. Поздравляю всех присутствующих с Великим Праздником, Блаженнейший Митрополит Ануфрий напомнил, что Божья Матерь, как в своей земной жизни, так и став Небесной Царицей, остается нашей главной молитвенницей и заступницей. По окончании богослужения духовенство верующие прошли крестным ходом площади дальних пещер, где был отслужен благодарственный молебен Пресвятой Богородицы, а перед ним верующие успели поделиться с нами радостью праздника. Ощущение легкости какая-то, ну на душе, вот душевный подъем какой-то и легкости. И хочется сеять добро. Впечатление потрясающее. Здесь царит такая духовная атмосфера, здесь такие красивые, прекрасные люди. Это действительно святой великий праздник для всех православных. Этот день очень большой для Киево-Печерской лавры, потому что она имеет такое название. И этот храм – лучший храм во всем мире, на мой взгляд. В этой лавре всегда присутствует благодать Божья и защита Божьей Матери. И потому в этот праздничный день я хочу поздравить ваш духовно-просветительский телеканал «Глаз», который помогает людям понять истину Божию. Поздравляю всех с праздником, ну, я не знаю, какая эмоция может быть, но это прекрасно, праздник, успение, пост двухнедельный шел перед этим. Все, те, кто постились, думаю, особо радуются этому празднику. Подобным образом отпраздновали успение Пресвятой Богородицы и в двух других лаврах Почаевской и Святогорской. Впрочем, задолго до праздника его атмосферу почувствовали богомольцы, отправившиеся в паломничество в Почаевскую лавру. В этом году крестный ход собрал 10 тысяч участников. Начался он в Каменец-Подольском в День Преображения, а завершился 25 августа в Почаеве. Эта традиция существует уже полторы сотни лет. В этом году самому маленькому паломнику было полтора месяца, а самому старшему больше 80 лет. После крестного хода все паломники приняли участие в празднованиях Почаевской лавры в честь праздника Успения. Святогорский Успенский монастырь позже у всех получил статус лавры, но по времени основания не очень уступает двум другим украинским лаврам. Святогорская лавра является настоящим духовным центром слабожанщины, а в наши дни она к тому же принимает в своих стенах несколько сотен вынужденных переселенцев, потерявших свои дома из-за войны. По окончании праздничной литургии в Успенском соборе состоялся многотысячный крестный ход к монументу в честь Божией Матери Игумени, покровительницы обители. Ее здесь называют просто Игуменья. Три Свято-Успенские лавры Украины – три удела Пресвятой Богородицы. Через них вся украинская земля получает благословение Пречистой Девы в День Успения, Рождества, на каждый праздник и каждый день. Мы неоднократно рассказывали о том, как в Одесской епархии помогают вынужденным переселенцам. На этот раз материал о тех, кто нуждается в особой заботе. Речь пойдет о детях, которые, невзирая на войну, 1 сентября должны идти в школу. Сегодня вся наша страна переживает нелегкие времена, однако есть люди, которым труднее всего – переселенцы. Люди потеряли дом, работу, спокойную жизнь. Невероятно остро переживают такие изменения дети, ведь невозможно объяснить малышу, почему семья не может вернуться в свой дом или купить новую игрушку. Много многодетных семей уже больше года проживают в Одесском регионе и очень нуждаются в помощи и поддержке. В канун начала учебного года во многих семьях очень остро стал вопрос подготовки к нему детей школьного возраста. Сегодня есть те, которых мы уже помогали и уже посещали, есть те, которые впервые мы пригласили. Здесь и семеро душ детей в семье, и девять душ детей. И сегодня одного ребенка трудно собрать в школу, а семь и девять, вы сами понимаете, что это непросто. И вот церковь и в эти минуты оказывается рядом с этой семьей. По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, 15 многодетных семей посетили святоуспенскую патриаршую одесскую обитель. Ей их лично приветствовал владыка-митрополит. Он вручил многодетным семьям финансовую помощь, тетради, учебники и канцелярские товары для учащихся и сладости для малышей. Каждая семья благословением на дальнейшие труды из рук владыки Агафангела приняла икону Божьей Матери Касперовская. Это место, куда собираются люди для молитвы, для получения благословения Божия. И мы хотим преподать благословение Божие каждому из вас, и родителям, и детям, всем, кто пересувил порог этого духовного маяка. В это непростое время для каждого из вас мы стараемся сделать все для того, чтобы обучить участь каждого из вас. Для церкви никогда не было время, когда были чужие дети, и чужих детей не бывает. В это непростое время, которое переживает страна, Одесская епархия регулярно оказывает помощь и поддержку вынужденным переселенцам. Уже с первых дней вооруженного противостояния на Донбассе Одесская епархия смогла собрать и передать в зону боевых действий более 110 тонн продовольствия, медикаментов, одежды, предметов первой необходимости. Все это было передано мирным жителям, пострадавшим от военных действий. Также в Одессе при храме святого Алексея Человека Божия был создан координационный центр по оказанию помощи вынужденным переселенцам, где нуждающиеся получают наборы продуктов, необходимые лекарства, а также финансовую помощь. Помните, что вы не забыты, мы помним о вас, и наша церковь заботится. Скорбь, она всех объединяет, она сближает всех и делает близкими и родными. И пусть Господь всех вас благословит в нашей обители. Взрослые дети выразили сердечную благодарность митрополиту Агафангелу за его участие и постоянное попечительство семей беженцев и всех особо нуждающихся в помощи одесситов. Ребенок очень прыгал и радовался, что сказал, что нам теперь не нужно, как ты сказала, скупляться. Да, только кофту надо. Кофту надо, но только блузку осталось нам купить. Очень рада. Спасибо большое. Практически все к школе. Такое внимание, такая забота. Хочется высказать огромное спасибо всем одесситам за ту помощь, которую оказывают, за то внимание. Наверное, словами это все не передать. Только человек, очутившись в нашей ситуации, может понять, насколько это важно. Просто внимание и забота. То, что люди вот так вот остались все небезразличны к нашей ситуации. Это важно для меня не столько как материальная помощь, только то, что церковь, знаете, как-то, ну, вроде как-то приобщение к церкви, что ли, понимаете, в чем дело, что мы часть церкви. Хотим выразить огромную благодарность преосвященнейшему митрополиту Агафангелу за выделенную нам помощь. Он нас никогда не забывает и не оставляет. Огромное ему спасибо. Плюс у нас еще семеро деток, седьмой ребенок инвалид у нас. Вот скоро мы едем на операцию, через неделю. Дай Бог ему здоровья, терпения и долгих лет жизни. Особенно радостно гостям обители было отведать монастырский виноград, который как раз поспел к празднику преображения Господня яблочному спасу. По благословению владыки благочинной Одесской епархии Протеирей Павел Полищук провел для семей беженцев экскурсию по храмам монастыря, где взрослые дети смогли помолиться перед святынями. Какой город станет культурной столицей Европы и где были крещены сразу две сотни филиппинцев. В эфире международные новости. В турецком городе Билкис, находящемся на месте древнего византийского города Кизик, в стенах разрушенного монастыря Пресвятой Богородицы, патриарх Константинопольский Варфоломей совершил божественную литургию. Последний раз служба совершалась в обители в 1922 году. Затем по Лозаннскому соглашению греческое население было вынуждено покинуть Кизик. Сейчас в регионе нет христиан, однако греки часто приезжают в эти места, как туристы или паломники. В последние годы патриарх Варфоломей старается установить традицию хотя бы редких богослужений в заброшенных монастырях, расположенных на территории современной Турции. Кипрская Православная Церковь объявила о готовности построить новый византийский музей в пригороде города Пафос и воссоздать Леонтьевскую библиотеку, разграбленную во время переворота 1974 года. Осуществление столь масштабных проектов церковь приурочивает к провозглашению Пафоса культурной столицей Европы в 2017 году. Пафос – один из красивейших городов Кипра, в котором сосредоточено большое количество древних и византийских храмов. На протяжении восьми столетий до четвертого века нашей эры Пафос был столицей Кипра. В филиппинском городке Алабель на прошлой неделе состоялось массовое крещение в Тихом океане. Всего к таинству приступили 239 человек. Они являются прихожанами местной общины, недавно перешедшие в Православную Церковь из местного протестантского течения. Вместе с прихожанами крестились также и шесть бывших протестантских священников. Таинство совершили два священника к лирике Русской Православной Церкви. После крещения была совершена Божественная Литургия. Дальше в программе вы увидите... Портрет на фоне иконостаса. Рассказ мастера резьбы по дереву. Помогите собрать сирот в школу рубрика «Территория добра». Традиция украшать храмы изделиями из резного дерева походит из ветхозаветных времен. И сегодня деревянный декор – непременная составляющая украинских храмов, где рождаются современные шедевры и в чьих руках, расскажет наш следующий сюжет. Василий Васильевич, родом из Черкасской области, рассказывает, что в юности и представить не мог, что когда-то будет заниматься плотничеством. В прошлом военный моряк он думал, что и дальнейшая жизнь будет проходить среди морских волн и полосатых воротничков. Но однажды, взяв в руки инструмент, понял, что корабельные силуэты теперь будут ему встречаться на художественных панно. Резьбой я спонтанно стал заниматься. Просто увидел, что это очень интересное искусство. Дерево я всегда любил. Оно меня притягивало. И как-то я попробовал что-то сделать из дерева. Люблю работать в мастерской. Это мое место, где я себя очень комфортно чувствую. В Киев приехал Василий относительно недавно. С работой в родном селе не сложилось, поэтому все надежды возлагал на столицу. Как-то, будучи без работы и почти без денег, с тяжелым сердцем зашел Василий в храм. Поставив свечу, поделился проблемой с монахиней, стоявшей рядом. «Не стоит роптать», — ответила она, — «проси Бога и уповай на Него». Буквально на следующий день у Василия появился долгожданный заказ. И с тех пор, а это уже несколько лет, у него нет ни одного свободного дня. С того момента мастер запомнил, что любую проблему можно решить, если делать это с Богом. Это стало толчком. Я все время это держу в памяти, и это меня стимулирует. Религиозная тема вошла в мою жизнь, как необходимость создавать что-то для церкви. Выделять время, находить время, трудиться на благо церкви. Сегодня его работы украшают уже восемь новых киевских храмов. Киота, иконостасы, богослужебная утварь. На этом, говорит Василий, он не зарабатывает ничего, а берет оплату лишь по минимуму. Знакомство с религиозным искусством значительно обогатило творческую фантазию мастера, вывело его на новый уровень понимания резного дела. К тому же Василий не забывает, что в тяжелую минуту, лишь после молитвы к Богу все наладилось. Поэтому понимает, что для Божьего дела нельзя жалеть ни времени, ни сил. Ведь это тоже служение Богу. Служение тем талантам, которым каждого из нас наградил Господь. Сегодня мы рассказывали о детях, которые накануне учебного года получили помощь от Одесской епархии. Есть еще одна категория ребятишек, которая в эти дни нуждается в особой помощи. Далее о центрах для сирот и детей, лишенных родительской опеки. На очереди постоянная рубрика «Территория добра». На вывеске Макаровского социального центра небесно-голубое сердце – символ чистых детских мечтаний и надежды. А в стенах центра вот уже более трех лет находят временный приют два, а то и три десятка детишек из кризисных семей. Это их надеждами полнится символическое сердце. Надеждами на то, что родители перестанут принимать алкоголь, найдут работу, приведут в порядок жилье. Если все случится именно так, спустя несколько месяцев, дети непримерно вернутся в родные семьи. Если же нет социальной службы, будут искать им новых родителей. В интернат из луча надежды не попадет ни один ребенок. Это принципиальная позиция организаторов центра. Главная цель центра – это сохранение семьи, реинтеграция и возвращение ребенка в семью. Если это невозможно, то обеспечить ребенку семейные формы воспитания. Если говорить об отделении, где находятся дети, изъятые из семей, то как только они поступают к нам, мы сразу начинаем работать с этой семьей. Прежде всего, это работа с ребенком. Успокоить ребенка, накормить, помыть. Работает психолог, юрист. Подключаемся к работе с мамой. Прежде всего, помочь маме, попавшей в тяжелые жизненные обстоятельства. Возможно, это трудоустройство или оформление документов, ремонт в доме. За 13-ю младшими детьми в луче надежды присматривают воспитатели. Внешне обычный детский сад. Вот только дети здесь гораздо самостоятельнее домашних. Восьмилетняя Светлана старше других в группе. В этом году она идет во второй класс, но девочка и не думает о пышных бантах и ярком букете к первому сентября. Праздник, которого она ждет, это возвращение к маме. Чем меньше ребенок находится в заведении, тем лучше. И вся работа нацелена на то, чтобы как можно скорее подлечить семью, помочь семье в ее трудных семейных обстоятельствах. В доме по соседству с главным корпусом разместилась шумная и многодетная община. По сути, это семеро школьников из двух кризисных семей, но в центре они прекрасно уживаются вместе. Съемка застала их в момент обеда. И мы смогли убедиться, что у каждого здесь, как обычно, заведено в семьях с детьми множество обязанностей. Работа нацелена на то, чтобы социализировать ребенка. Там нет технического персонала. Дети все делают вместе с социальными специалистами. Это и стирка, и готовка, и уборка. Каждый специалист старается научить ребенка всему, что он знает, чтобы ребенок мог выйти в мир и себя обслуживать. Из 20 воспитанников Макаровского социального центра «Луч надежды» 13 детей отправятся учиться в расположенную по соседству гимназию. Начало нового учебного года они ждут с чувством тревоги и надежды. Опасаются все более сложных математики, химии, физики. И радуются встрече с одноклассниками. Дети ходят в школу, чтобы развить свой ум. Мне весело 1 сентября. У меня новые друзья будут. Однако взрослым начало учебного года приносит множество проблем и в первую очередь финансового характера. Только на самые необходимые для учебы необходимо потратить от 2 до 3 тысяч гривен на ребенка. А деньги из бюджета Макаровского района выделяются лишь на энергоносители. Для питания детей сейчас в Центр Украины необходима помощь в приобретении учебников, тетрадей, канцелярских принадлежностей, одежды и обуви для школьников, а также памперсов и других необходимых для малышей вещей. Перечень всего, что требуется, можно узнать по телефону центра 096-809-60-58 или зайти на сайт Детдом.Инфо. Там размещена более детальная информация об акции помощи центру. «Луч надежды» благодарит всех волонтеров и благотворителей и надеется найти новых друзей. Дети готовятся к учебе, родители к ежедневной работе по подготовке домашних заданий и тем и другим желаем успехов в учебном году. А мы, как всегда, напомним о праздниках, которые ждут нас в ближайшие дни. В последний день августа церковь чтит святых мучеников «Флора и Лавра» в Киевском Флоровском монастыре престольный праздник. 1 сентября день прочитания иконы Богородицы Донская, одноименный монастырь в Москве, на территории которого находится патриаршая резиденция, будет отмечать этот день особым чином. 3 сентября мысленно снова вернемся в Киев. Это день памяти преподобного Авраамия, трудолюбивого, мощи которого покоятся в Киево-Печерской лавре. В завершение седмицы в субботу чтим священномученика Иринея, епископа Леонского. Хорошего вам настроения и солнечных дней. С вами была программа «Мир Православия». До встречи через неделю.